В Владивостоке сегодня подвели итоги конкурса, в котором участвовала вся Россия. Задание – придумать имя для самого знаменитого приморского леопарда. Хищник редкого окраса чаще своих сородичей попадал в объективы фотоловушек, чем и прославился. Креативные россияне предложили более тысячи вариантов. Все их рассмотрела специальная жюри. Алексей Кручин убедился – подобрать имя для такой кошки – дело непростое. Хасан, Зефир, Лу, Лорд и Дирсун. Коротко и звучно. Жюри определило пять самых популярных имен, которыми россияне предлагали назвать дальневосточного леопарда уникального окраса. У зверя – белые лапы, как говорят экологи, перчатки. Этим он выделяется среди всех своих немногочисленных сородичей. По данным ученых, редчайших кошек на планете осталось всего около полусотни. У нашего героя это не просто белые кончики лап, это действительно белые перчатки. И наш герой еще отличительен тем, что он очень харизматичный, он очень любит фотографироваться, он зарегистрировался практически на всех наших фотоловушках, постоянно приходит в места съемки леопарда. Такому красавцу нужно выбирать имя всем миром, решили ученые и с помощью журналистов объявили всероссийский конкурс. Неожиданно для самих экологов идея имела огромный успех. В офис национального парка «Земля леопарда» пришло более тысячи заявок. В итоге победитель определил жребий. Имя с номером 4. Имя – лорд. На конкурс писали со всей страны, от Калининграда до Камчатки. Возраст участников от 2 до 92 лет. Люди сочиняли стихи, рисовали леопардов. Свой вариант имени объясняли порой самым неожиданным образом. Оригиналам достались призы в отдельных номинациях, а имя выбрали самое простое и солидное. Мы исходили из того, что если какое-то имя звучит уже много раз, ну, к примеру, как лорд 26 раз, значит, ну, априори люди выбрали это имя уже. И поэтому мы в данном случае ориентировались на количество писем, в которых указано вот именно такое количество имен. Лорд живет на территории национального парка «Земля леопарда» в Хасанском районе Приморского края. Впервые он попал в объектив профессионального фотографа в конце прошлого года. И сразу вызвал восторг и удивление экологов. Раньше камерам не удавалось запечатлеть такого зверя. Лорд около 4 лет. Это взрослый самец, и, как говорят ученые, вполне упитанный. Возможно, вскоре у него появятся детеныши. Не факт, что у них тоже будут белые лапы, но специалисты рады любому дальневосточному леопарду, даже если у него обычный окрас. Есть данные, что популяция самого северного и редкого пятнистого хищника на Земле медленно, но растет. Алексей Кручинин и Сергей Торопов, Первый канал, Владивосток.